Сокращений на тракторном заводе не будет. Об этом заявил Алексей Текслер на встрече с заводчаными. А также рассказал, что намерен ввести в правительстве еще одного вице-губернатора по молодежной политике. Владислав Чухров знает подробности встречи и ему слово. На ЧТЗ первым делом Алексей Текслер поинтересовался руководством завода, сколько единиц техники они выпускают в месяц, конкурентна ли она с иностранными моделями и пользуется ли спросом на российском рынке. Здесь на заводе ему ответили, что выпускают в месяц 40-45 единиц. Это разные модели бульдозеров, гусеничные, колесная техника. Она пользуется спросом на внешнем рынке, но на внутренний рынок за рубеж пока не продается. Но руководство завода работает над этим. В частности, сейчас они планируют подписать договор с КАМАЗом и уже производят технику для ТАТ нефти. Предприятие сегодня работает наполовину на гособоронзаказ, наполовину на производство гражданской техники. И здесь есть куда расти. Потребность существует, объем заказов существует. После экскурсии по заводу Алексей Текслер встретился с трудовым коллективом. Здесь звучали вопросы касаемо будущего министерства промышленности. Рабочих интересует, не скажется ли создание нового министерства на ЧТЗ, будут ли сокращения и как дальше будет функционировать производство. Самое важное сегодня это развить тот потенциал, который существует. Он безусловно есть и в той части, которая касается двигателей строений, и в той части, которая касается гражданской промышленности. Более того, мы со своей стороны готовы поддерживать тех заказчиков, которые будут работать на региональном, на городских уровнях. Отмечу, что за все существование завода здесь было выпущено более 1 миллиона 200 тысяч единиц техники. Это и военная техника, танки Т-34, ИС-3, самоходные установки и дорожная строительная техника. В частности, в этом году здесь сконструировали новый бульдозер, который позволит экономить 17% топлива. Он будет весить на 2 тонны меньше своего предшественника. Владислав Чухров, Виталий Пастухов, Андрей Ярушев, ОТВ.